15 ноября 1993 года в Республике Казахстан была введена национальная валюта. История создания тенге включает много интересных фактов. Указ о введении национальной валюты тенге был подписан 12 ноября 1993 года. С обращением к народу выступил президент страны Нурсултан Назарбаев. Я подписал указ о введении с 8 часов утра 15 ноября текущего года в нашей стране национальной валюты тенге. Проект создания тенге отличался тем, что все приходилось делать с нуля и держался в строгой секретности. В Англии, в компании, где работали над созданием тенге, никто не говорил слух, заказ из Казахстана. Все говорили «Страна, код номер 71». Именно под таким кодовым номером значился в документах заказ на изготовление денег в Англии. Дизайн первой серии создавали вручную при помощи карандаша, кальки, акварели, темперы. На эскизе были изображены портреты Альфа-Раби. По эскизам сделали ручные оттиски, гравировки. Затем отпечатали банкноты. На разработку первых купюр от 1 до 200 тенге ушло несколько месяцев. На разработку дизайна одной купюры на Западе уходит год или два. Английский фунт рисовали 6 лет. У нас не было столько времени. Государству срочно нужны были деньги. Когда выяснилось, что дизайн денег составляет 40% их себестоимости, решили воспользоваться услугами отечественных художников. На первом варианте эскиза в тенге была портретная галерея, в числе которых изображение президента Нурсултана Назарбаева. Но президент этот вариант отклонил. Только в 2016 году появилась купюра с изображением первого президента. Она вышла ограниченным тиражом в честь 25-летия независимости Республики Казахстан. Самая неудачная купюра – это банкнота 50 тенге. Когда граверы привезли эталонный образец в Казахстан, на рисунке у Абалайхана было слегка перекошено лицо. Времени переделывать купюру не было. Попробовали исправить, углубив светотень на одной стороне лица. Между тончайшими штрихами на клише прорезали еще штрихи. Портрет, конечно, не получился объемным, но банкноту одобрили с замечаниями. Хотя супер качества этой купюры так и не добились. Отпечатанные деньги втайне перевозились из Лондона на четырех самолетах Ил-86. Они круглосуточно завозили банкноты, которые переправлялись в Жамбульское хранилище. В общей сложности это заняло два месяца. Самолеты курсировали, не делая посадок в третьих государствах. Банкноты не должны были подвергаться таможенной процедуре. Далеко не каждая валюта мира может похвастать своим собственным знаком. На настоящий момент только около 30 мировых валют имеют официально зарегистрированные графические обозначения. Графическое изображение должно быть удобным и простым в написании. Иначе оно окажется бесполезным. Ведь вводятся валютные знаки для того, чтобы стать узнаваемыми и заменить в письменной речи полное название валют. В ноябре 2006 года Национальный банк РК провел конкурс на рисунок символа тенге. На конкурс было представлено около 30 тысяч рисунков. И авторы утвержденного варианта получили премию в размере 1 миллиона тенге. Это около 8 тысяч долларов. Скандал разразился, когда обнаружилось, что новый символ казахстанской валюты ничем не отличается от символа японской почтовой службы, существовавшего уже более 120 лет. Любая ошибка в производстве денег дорого обходится. Так получилось с купюрой 2000 и 5000 тенге выпуска 2006 года. На купюрах было неправильно написано слово «банк» на казахском языке в результате компьютерного сбоя и программного обеспечения. Буква «К» написана специфическим знаком. Ошибка зафиксирована на 80% купюр нового образца. И она стоила 800 миллионов тенге. Тенге – единственная валюта в мире, тексты на которой дублированы на двух языках. Начиная с 500-й купюры, все остальные деньги стали выходить с обозначением номинала на двух языках – казахском и русском. Изготовление денег помимо чисто технических проблем связано с огромными расходами, поскольку банкноты печатаются миллиардными тиражами. А материалы стоят по-разному в зависимости от качества. Количество рисунков, линий, прогонов, степеней защиты – все это в совокупности стоит миллионы долларов. Чем лучше защита, тем выше качество, тем больше придется платить за производство банкнот. Средняя себестоимость одной купюры составляет 5000 тенге. Начиная с 500-й купюры, все остальные деньги стали печатать в Казахстане. Был перестроен цех завода «Гидромаш» в Алма-Аты. Открытие банкнотной фабрики прошло 19 мая 1995 года с участием первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Первые монеты Казахстана были отчеканены в Германии на фирме «Гребнер», изготовлены из латуни и низельбера. И только в 1994 году появились в обращении монеты, отчеканенные в Казахстане. Это были тыины. Они чеканились на монетном дворе в Усть-Каменогорске, основанном в 1992 году. Металлические тенге появились в обороте заметно позже тыинов. Лишь в 1995 году. Национальная валюта – это рычаг управления экономикой, инструмент независимости. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что введение национальной валюты в 1993 году в Казахстане – это был правильный шаг в укреплении суверенитета страны.